Всем привет! Сегодня расскажу, как сделать крутую планировку для офисного пространства. Поехали смотреть! Итак, перед нами вот такой прямоугольник. Это ангар с крышей а-ля домик, общей площадью 300 квадратных метров. Второй уровень над землей, вход по лестнице с первого этажа и попадаем на второй уровень. Это и есть будущий офис. Заказчик пожелал, чтобы этот ангар я превратил в коворкинг-центр. Ну, в такой офис, в который могли бы приходить люди работать на час, на два, на день, на неделю. Но идеальный вариант, конечно, когда это пространство могла бы снять компания целиком. Ну, то есть, вот такие запросы. Я думаю, что если у вас, у кого-то тоже имеются какие-то пространства, вы не знаете, что с ними делать, начинать нужно с планировки и с обсуждения концепции будущего вот этого помещения. Какие исходные данные я получил? Внизу торговое помещение, наверху офисное, из которого нужно сделать удобный офис. Окон мало, только с этой стороны и то на половину стены. Вторую половину окна будем прорубать. С этой стороны окна сделать невозможно, там идет здание. С этой стороны уже есть окна. Три штуки, раз, два, три. И большое витражное во второй половинке этой стены. По длинной стороне нет окон, но есть возможность вырубить большое прямо посередине. Все, больше возможностей для окон нет. А помещение большое, 300 метров. Соответственно, тот, кто будет в середине и вдоль вот этой вот длинной стены располагаться, окажется в темноте. Этого допустить нельзя, потому что дневная инсталляция должна достигать абсолютно всех рабочих кабинетов. Поэтому это была первая проблема, как расположить кабинеты. Второе, нужно привязаться к существующим стоякам, чтобы организовать санузел. Обязательно он должен быть в офисном помещении. Обязательно кухню сделать. И все это нужно сводить в одно место, а именно вот в этом углу располагаются все необходимые коммуникации. Нужно предусмотреть инженерку, а в частности приточно-вентиляционное оборудование, которое будет занимать целую комнату. Это оборудование огромное, его нужно обслуживать, поэтому должна быть отдельная комната. Нужно предусмотреть кабинет для управляющего всем этим хозяйством и там еще какими-то другими постройками. То есть это комната арендодателя. А еще здесь есть замечательный второй свет. Вот эта вот дырочка в перекрытии и есть тот самый второй свет. Ну и вишенка на торте из требований. Это чтобы это офисное помещение отличалось от других, было интересным и сдавалось дороже, чем конкуренты. Вот такой нехитрый запрос у коммерсантов. Итак, давайте смотреть, что у меня получилось. Первое, все пространство я поделил на зоны. И для начала нужно понять, где у нас есть солнечный свет. Есть стена с окнами, одна. Есть стена вторая. Причем там, где самые большие окна, у нас входная группа, откуда мы заходим и здесь кабинеты сделать невозможно. А вторая часть, здесь будут располагаться санузлы и кухни, потому что здесь все коммуникации связаны с водой и канализацией. Все, эта стена у нас полностью занята. Остается середина, в которой нет окон вот по этой длинной стене. И есть возможность вырубить одно большое вот по этой стене. Соответственно, получается, что из этого окна, здоровенного, большого, нужно умудриться осветить как можно дальше все это пространство. Отсюда и решение. Вот эти перегородки сделаны с человеческий рост. То есть, когда мы ходим по этому помещению, мы не видим, что внутри за этими перегородками. Но свет, который сверху будет попадать через это окно, будет проникать дальше и освещать вот этот вот коридор и попадать вот еще в одно помещение, которое я сделал переговоркой. Вот оно. Ну, сейчас еще и с мебелью покажу, все станет понятно. С левой части у меня закрытые кабинеты. Раз, два, три, четыре. Каждая комната с окном. Плюс в каждую комнату я сделал светопрозрачные двери. Это, знаете, такие проемы, дверь стеклянная и сверху над стеклянной дверью еще стеклянная вставка. Это позволит свету проникать в коридор и освещать его. Каждую комнату можно будет снять отдельно, но если вдруг все-таки это помещение будет сдаваться как каворкинг, ну, либо организовать там какие-то важные кабинеты для важных людей, если это снимет одна большая компания. Место каворкинга, то есть открытые рабочие места, находятся вот в этих двух закуточках. Я их так назвал. Которые освещаются вот этим вот здоровенным окном. И напоминаю, что вот эти перегородки невысокие, через которые свет проникает дальше в коридор. То есть здесь будут рабочие места. А еще я здесь хочу организовать такую, знаете, отдыхательную зону. Ну, где можно сесть на кресло, позвонить по телефону, что-то посмотреть, почитать. Подготовиться к встрече, ну, или просто передохнуть от экрана компьютера. На противоположной стене три помещения, те, в которые свет не попадает. То есть один это веншахта, ему не нужен никакой свет. Второе, как я уже сказал, это переговорка. Там стоит стол, нужен телевизор, стулья поставить удобные. И все, собственно говоря. Стену сделаем прозрачной, полностью стеклянной. Вот эта стена и до потолка можно. И вот эти вот кусочки света, хотел сказать я, будут попадать через перегородки, проникать немножечко вот в эту переговорку. Но так как переговорка используется не с утра до вечера, а все-таки периодически, поэтому вполне допускается, что оно может быть без окон. Но согласитесь, гораздо лучше в переговорке без окон посидеть, чем целый день в кабинете без окон. Это невозможно. Третье помещение, оно может использоваться по нескольким назначениям. Первое, это встречающая зона, то есть сюда можно посадить секретаря, например, здесь будет какая-то там стоечка стоять, например, и диванчики какие-то с креслами можно поставить. То есть такой ресепшн, через который дальше мы уже сможем проникать в весь остальной офис. Но это в том случае, если какая-то одна большая компания захочет арендовать это 300-метровое пространство. Второй вариант, сделать просто кабинет. То есть мы огораживаем опять же стеклянной перегородкой, и здесь может сидеть администрация всего этого комплекса. Ну то есть это человек арендатора, ну или давайте назовем его так, арендодатель здесь и сидит. Он прямо на входе, свет ему попадает через вот это большое витражное окно, сквозь второй свет, сквозь стеклянную перегородку, то есть инсоляция имеется. Ну и плюс он видит, кто заходит, кто уходит, сразу же понятно, с кем можно переговорить по поводу аренды. В общем, очень удобно получается. Ну и третий вариант, можно сделать полностью такая зона отдыха с диванами, креслами, такое лобби в этом пространстве. Если его будут снимать много разных компаний, там одиночки какие-то, фрилансеры, это тоже очень такая классная история, когда есть места, где можно поотдыхать. Ну то есть опять же это все из зарубежных практик, откуда в общем-то они передовики в этих вопросах и подсказывают нам, в общем, как делать пространство комфортнее, дороже, которые сдаются дороже. Поэтому вот такая многофункциональность здесь присутствует. Ну и остается помещение, еще одно, это кухня, вот здесь она у меня выделена и прямо идет по краю второго света, соответственно, вот здесь вот такие бортики, за которые можно будет заглядывать и смотреть, кто там поднимается в офис, в общем, за каким-то движением наблюдать. Ну и дальше уже это туалетные комнаты, которые должны быть самыми крутыми вообще в этом офисе, потому что туалеты в коммерческих пространствах должны быть классными и чистыми. И тогда никто от вас не сбежит, понимаете? Вот, следите за тубзиками. Ну а теперь давайте посмотрим, как расставилась мебель. Начну с входной зоны. Итак, попадая в офис, мы сразу же оказываемся вот в таком широком коридоре, он же холл, где напротив есть кабинет. Сейчас он здесь изображен как кабинет арендодателя, но может быть это пространство отдыха, какой-то лобби, это может быть ресепшн с каким-то встречающим сотрудником, в случае, если это снимает одна большая компания. Дальше по этому коридору мы идем-идем-идем и попадаем вот в такую точку, из которой мы можем выбрать себе два маршрута. Налево и прямо. Каким бы маршрутом мы не пошли, мы будем ходить вокруг вот этого пространства с перегородками, который с человеческий рост. То есть, получается, что попадая сюда, мы видим потолок и стены по периметру вот таким образом. Вот видите, вот здесь вот стены идут, как бы огораживают вот это вот пространство, внутри которого перегородки ниже роста, и, соответственно, у нас создается ощущение, что много простора, высоченный потолок, а здесь всего лишь какие-то там офисные перегородки, которые скрывают работников вот здесь. Ну, давайте на них и посмотрим. Мы можем обойти справа, мы можем обойти слева, и мы попадем вот в этот каворкинг-центр. Слева увидим шесть отдельно стоящих столов. Это если хочется человеку совсем уединиться, тут с какими-то перегородочками невысокими перед столом, можно туда пройти, поставить компьютер и посидеть, позаниматься своими делами. Напротив стоят деревья, чтобы веселее работалась, так сказать, зеленая зона. Во втором кабинете, концепция другая, есть один большой общий стол, за который можно присаживаться рандомно. Ну, то есть здесь кто-то сел, здесь кто-то сел. Может быть, несколько одна команда человек села вот за этот стол и поработали над каким-то одним проектом. Напротив него еще находится мягкая группа из кресел, про которую я говорил, где можно будет почитать что-то на телефоне, документы почитать, позвонить кому-то. Здесь же зеленая зона, здесь же окно. Ну, то есть вот эта вот зона получается отдыхательная, она же проходная. То есть, получается, я закольцевал движение вокруг вот этого каворкинг-центра. Что здесь примечательного? С обратной стороны, обратите внимание, есть ниши. Видите, вот такие вот ниши. В одной нише полностью установлено оборудование с принтерами, с какими-то сшивающими вещами, я не знаю, плоттерами. Ну, в общем, все, что нужно для работы. То есть, любой фрилансер, ну, он же дома не хранит там принтеры и всякие там сшиватели. Снимая, арендуя офис здесь, может пройти в этот коридор, распечатать, сшить и как-то там оформить. Это же очень удобно, понимаете? Ну, просто классно. Я бы вот лично платил за такие плюшки, потому что куда-то бегать, где-то распечатывать, это неудобно. А здесь все предусмотрено, все есть. Идем дальше. И во второй нише, это же индивидуальные шкафчики. Так как офис открытый, а все-таки не хочется сидеть в верхней одежде, тем более ее таскать, открываем шкафчик с ключиком, туда верхнюю одежду, туда обувь переодели, можно даже какой-то портфель поставить, закрыть ключиком и пошли заниматься своими делами. Согласитесь, это очень удобно, это очень по-домашнему, когда мы в офисе можем ходить в сменную обувь или в тапочках. И не разносите эту проклятую грязь, которая часто бывает весной и осенью. Итак, эту зону обсудили. Теперь давайте пойдем справа, обратно вернемся к входной зоне и посмотрим вот еще одно общественное пространство. Это кухня. Кухня с окном, разумеется, плюс еще одно большое витражное окно, я напоминаю. И кухня организована здесь двойная, чтобы не создавалось очередей. Два холодильника, две микроволновки, две мойки. Это чтобы одновременно могли сразу же двое, как минимум, людей заниматься кухонными делами, там разогревать себе еду, что-то помыть, сполоснуть. И, соответственно, есть два больших стола, за которыми можно пообедать, посидеть, перекусить, попить кофе. А все это закрыто зелеными деревьями, то есть ощущение, что мы уже из офиса куда-то отстранились, мы сидим в какой-то кафешечке, которую я и планирую оформить как кафешечку, потому что обыкновенная столовка, холодильник, это неинтересно, да, согласитесь. Плюс вот это все пространство начинает работать как бы на эту кафешечку. То есть это не закрытая комната, куда мы зашли, закрылись, и нам там тесно, неинтересно, как-то вот скучно. Нет, это большое пространство со вторым светом, куда мы вниз можем посмотреть, как там народец ходит, в окно можем посмотреть. И это всегда приятнее, то есть когда ты вот в каком-то таком просторе находишься. И в то же время оно весьма уединено, потому что здесь поребриком каким-то оно закрывается, ну, ограждением лесичным. Здесь, соответственно, деревьями какими-то, которых можно поставить сколько угодно, они будут здесь прекрасно расти, потому что окна. В общем, ощущение уюта здесь стопроцентное. Ну и следующая очень важная зона, это зона туалетов. Обязательно нужно делать так, что когда мы в них заходим, чтобы дверь не было видно вот сразу же вот откуда-то из офисов, чтобы дверь была немножко скрыта, вот как здесь она скрыта. Здесь в образовавшейся нише еще шкаф глубокий под уборочный инвентарь. Здесь же корыто, где можно набирать ведро с водой. Здесь же весь этот инвентарь хранится, все это дверками закрыто, и все, никому он глаза не мозолит. И есть место под него. То есть уборщица пришла, все здесь взяла, пошла мыть офис. Там пылесосы, там же средства какие-то, там запасы какой-то, не знаю, тряпочек, бумажек, не знаю. Заходим дальше, есть большая общая комната с раковинами, и из нее же, из этой комнаты вход в отдельные кабинки, и все это оформляется как в ресторане. Знаете, вот ходили же, наверное, в такие, что один туалет общий для мальчиков и для девочек. Ну, в том плане, что там, где умывальники общие, а кабинки уже индивидуальные. То есть вот такой вот принцип, ресторанный принцип. Очень часто вы наверняка с таким встречались, и здесь я решил это применить, потому что места не так уж много, делить отдельно мужской, отдельно женский. Итак, эту зону обсудили, идем дальше по коридору. Что мы видим дальше? У нас переговорная. В этой переговорной стеклянная стена, я напоминаю, прямо до потолка. Это позволяет свету вот из этого единственного окна в центральной зоне, позволяет этому свету попасть сквозь стеклянную перегородку в переговорку. В переговорке длинный стол, 6 стульев и какой-то большущий экран, на который можно смотреть, проводить презентации, что-то смотреть, обсуждать. Переговорка для всех, если это коворкинг, ну, соответственно, подошел, записался на какое-то время и использовал перегородку по назначению. Если это компания, то компании переговорка тоже нужна. Идем дальше. Это веншахта, полностью закрытая темная комната, в которой будет находиться оборудование вентиляционное, но оно нам не очень интересно. И в самом дальнем конце, там, где есть возможность прорубить окна, находятся индивидуальные кабинеты, в которых мебель сейчас стоит рандомно, а потом по желанию арендатора можно будет регулировать и количество столов, и стеллажей, и другой необходимой мебели. Ну, короче говоря, здесь я поставил вот так, как сейчас поставил. И смотрите, какая история получается очень комфортная. Есть такое понятие градации интимности помещения. Я его постоянно применяю в живых помещениях, но и в офисных оно работает точно так же. Что это значит? Это значит, что те помещения, которыми пользуются абсолютно все, и тот, кто в офисе, и тот, кто приходит. Короче, такая встречающая зона, к которой относятся, холл, ресепшн, кухня, туалеты, она должна быть ближе ко входу. Далее, более открытое пространство, и в самом конце более интимное, то есть закрытые кабинеты, а посередине, которые ближе ко входу, это как раз таки каворкинг-центр, который предполагает, в общем-то, такую наполовину открытую рабочую зону. Поэтому получается все шикарно, все удобно, все очень эргономично. Здесь нету и не будет ощущения зажатости вот этих вот, знаете, делают клоповники вот эти вот из офисов. Очень часто какое-то вот такое помещение, его напилят на комнаты обязательно, в каждой глухую дверь, и все, до свидос, сиди вот в своей коробочке и не высовывайся. Я считаю, это устаревший подход, неправильный, там некомфортно находиться. Надо делать человеколюбивые пространства, не только жилые, но и офисные. Вот, друзья, пишите в комментариях, как вам мой разбор офисного помещения, который, я уверен, сдастся еще не достроивший, буду держать вас в курсе. Напишите в комментариях, обязательно, лайк поставьте, нажмите на колокольчик, подпишитесь на канал. Всем пока, да пребудет с вами муза. Обращайтесь к профессионалам.